всем друзья мои здравствуйте а я еду на тренировку и как вы видите у нас начался ливень ну естественно потому что же я решила выйти из дома и начался ливень кошмар когда уже кончится кончится эти дожди и нормализуется погода сегодня мне такой сон приснился ужасный вообще кошмар страшный какой-то что меня за течение куда-то загнали просто ужас как я испугалась во сне для погода сказочная естественно очень ярко светит солнце и очень обильно идет дождь конечно же ой вам не видно что таки мне дворнички веселые до скрипучие мы погнали на тренировку все забираю кристину черноморского она там по работе двигается и поедем на тренинг я сегодня просто отвезла алину 9 к 8 30 в садик приехала домой просто спала до 11 видимо из-за этой погоды мне так хотелось просто спать я проснулась сейчас приготовила завтрак в обед я приготовила завтрак яичницу сделала с колбаской с помидорками сыром вот зима как это вкусно и салат огурцы помидоры зеленью вообще все выдвинулась только я выдвинулась пошел дождь да перестать то чтобы хороший нервничаешь мы сходили на тренировку и о аллилуйя у нас вышло солнышко и потеплело на улице у нас послезавтра обещают вообще 15 градусов ты говоришь как будто было минус было девять и стало девять с половиной вот мы едем сейчас по улице луначарского как видим здесь есть маленькие на пробочки мини пробочки но они быстро проходящий поэтому их можно не пугаться мы едем сейчас на толстый мыс на крымскую столовую потому что после тренировки мы потратили очень много пота и я хочу вам знаете что сказать мы с кристиной не ходили на тренировки полторы недели но это связано с клиентами с переездом моим в общем и прочими такими делами мелкие болели время и сегодня мы пошли ну мы так стойко выдержали нагрузку но чувствую завтра мы превратимся опять супер роботов как тут раз помнишь автоботов как мои дворники будем также скрипеть да я хочу кушать сейчас я скушаю супик и выпью компот свой любимый я чувствую по себе что я значительно похудела у меня ушел живот но при этом я ем все как-то не соблюдаю диету я походу на массу работаю кристина а ты ешь все а пьешься святое дело пью все ем все и тренинг на все она просто сегодня опять какой интересный собеседник может быть красную жидкость выпьем а то что тут давно мы не собирались кровь я не не спасибо красную сухую пожалуйста просто сухую бутылку внутри дайте солнце вылезло хоть настроение поднялось вылезло я вылезло я вылезло я вылезло что у меня багажники там трясется я только порядок навела порядок и трясется порядок багажники трясется просто так просто так хочется что ты ищешь просто так просто просто так просто шпроты шпротов хочется и сухого и пока грибы еды до воде со шпрочком я вчера на шпроты смотрела все равно могу паштет паштет и колбаска давай заедем купим паштет нашу магазине и сурикова вот тут вкусно да заберем детей думаю что сейчас нужно выключить уже камеру потому что нецензурная лексика пойдем все мы поехали кушать приятного аппетита я съездила переоделась потому что у нас стало так тепло на улице я вам скажу вообще на улице обалденная потрясающая погода вышло солнце и ушел полностью ветер на улице такой кайф вообще мы съездили сначала с кристиной покушали потом поехали по домам я там порядочек навела да чё и поехала забрала алину мы приехали сейчас на крымскую сейчас тоже пойдем покушаем и потому тренировочку на алина проголодалась называть я забрала уже из садика сейчас нам на тренировку на хип-хоп вот она себе взяла вот я себе взяла супчик один что она взяла себе суп пюре с котлетой и винегрет ну компот мой тебе не многовато деточка ну винегрет да не лопнешь такое впечатление что тебя не кормили садики просто простые не вкусные что ты их не ешь никто не ест наверно да а ты суп ешь да уж что это опять давай кушать тебе на тренировку сейчас пока алиночка на тренировке у меня есть буквально полчасика я уже выходила в прямую трансляцию несколько дней назад и вы видели видео именно пляже сады морей смотрите как красиво морхотский хребет пицунские сосны зеленая травка вот если бы я не находилась в данный момент здесь я бы никогда не поверила что сейчас еще погода как бы такая немножко морозная ну то есть не комфортно немножко погода мне мерзнет руки мерзнет руки руки мерзнет просто у меня мне бы казалось что разгар просто лет и удивительно почему нет туристов да смотрите какая зеленая четкая просто травка ну вот деревья только начинают распускаться если бы конечно это было лето то было бы еще гораздо все зеленее все кустарники виноград все цвело росло красиво так классно да вот смотрите вот так вот можно прийти на набережную тебе свободная минутка пришел на набережную и гуляешь себе кайфуешь смотришь на море и знаете жизни становится интереснее когда ты видишь перед глазами именно такой пейзаж когда ты видишь море горы и они когда ты видишь сугробы заснеженные просто города дороги и слякость грязь вот эту все вот прям серые вот эти дома конечно контраст контраст значительный а работа ну работа мне кажется найдется везде тот кто хочет тот ее всегда найдет а кто говорит что у нас в геленджике нет работы то он ее не найдет в любом своем родном городе ну я как-то так считаю не знаю можно всегда что-то свое придумывать можно что-то изготавливать например вязать варить мыло вышивать шить просто кто-то реснички делать кто-то на каточки делают кто-то там вообще сувениры какие-то ручной работы кто-то куклы там шьет и продает просто на ура заниматься можно всем чем захочешь просто это вопрос времени в плане раскрутки тут будет кафе летом астория я так понимаю что здесь скорее всего будет летняя летняя площадка или как сказать охраняется пляж сады марии смотрите там охранник есть на удивление я почему-то думала что они не охраняются часто вы меня еще спрашиваете о том огорожены ли пляжи нет пляжи в общем доступе так что можете не переживать совсем вот такая вот красота смотрите такая леда конечно люди которые здесь живут они счастливы потому что они просто здесь живут что еще для счастья надо когда ты видишь и чувствуешь на себе этот климат и ничего больше в жизни то и не надо да да маме передаю большой привет и няньке и сестрам и племянницам всем 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 я соскучилась так по ним скоро лето уже будет поедут они все ко мне в гости я надеюсь все я поехала за алинкой не могу прям уйти отсюда представлять супер-красиво бронирование уже начинайте активно бронировать я понимаю что конечно билеты продаются за 90 дней как только вы купите билеты и узнаете точно да то пишите мне сразу если вам понравится из предложенных мной какие-то варианты обязательно сразу бронируйте не тяните потому что даже один день может стать потерянным так скажем в общем как сказать то господи что за тупость опять в общем даже один день и в общем даже один день и может уйти а то что не хочу что это ну ладно что то я так забыл под замерзла я вам скажу и ходить то ходить поеду в общем скоро в сторону дома потом у меня заселение где-то часов 7 наверное и поеду заселять на крымскую как всегда на квартиру съездила заселила людей и сейчас я буду красить голову естественно у меня видите как сильно отросли корни вообще у меня что-то так они быстро наступят она может еще пойти подстричься ну я не знаю на сантиметр наверное они подросли краску я взяла в этот раз палет обычную черную не знаю почему то мне кажется что вот именно палет и гарниер они лучше всего прокрашивают раньше другими пользовалась но результат меня впечатлил только от этих красок они конечно наверно волосы сжигают или еще что-то но я ими только пользуюсь откуда-то воняет либо отсюда либо отсюда либо отсюда я все вычистила видите как идеально все чистим вообще да и тут все вычистила вот моя красочка готова сейчас я уже буду краситься ребят подскажите мне пожалуйста напишите в комментариях что делать мне с этим запахом воняет прям очень как-то сыростью я не знаю с чем-то короче не вкусно короче какой-то сыростью канализацией вот так вот вообще не вкусно пахнет что здесь делать можно наш влог сегодняшний подошел к концу и я в общем буду заниматься уже своими домашними делами да вы обязательно подписывайтесь на канал не забывайте о том что мы что мы занимаемся я занимаюсь размещением в геленджике я нет естественно а я занимаюсь садиком да и гиппопом и гимнастиками да если вы хотите снять жилье в геленджике безопасно без всяких мошенников без всего мой номер телефона в описании звоните я вам подскажу помогу и размещу без проблем и также если вы хотите купить квартиру для сдачи для жизни для инвестиций также я помогу потому что я уже живу здесь два года я уже действительно знаю все потому что я занимаюсь например размещением и я уже очень много работала с людьми кто приезжает покупать квартиры и я уже по их мнению также могу сказать что конкретно здесь людям нравится поэтому не стесняйтесь обращайтесь мой номер телефона в описании всем спасибо за внимание а кстати забыла сказать ребят я также беру гостиницы полностью в управление если вы хотите сдать гостиницу отдать гостиницу в управление при этом ничего не делать ничем не заниматься также можете обратиться ко мне всем пока спасибо за внимание вы лучшие ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока жмите на колокольчик до свидули до свидания до свидания до свидания